На крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так тревоги. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так тревоги нам с тобою. Дворец царя Алексея Михайловича – деревянный царский дворец, построенный в подмосковном селе Коломенска во второй половине XVII века. Представлял он собой систему клетий, то есть отдельных деревянных помещений, соединенных переходами. Но вы видите перед собой историческую копию дворца в натуральную величину, фасады и общая планировка, которые точно повторяют исходное сооружение XVII столетия. Первый дворец в Коломенском был воздвигнут великим князем Василием III. Его разорили во время смуты и затем восстановили в правлении Михаила Федоровича. Дворец перестроили по указу Алексея Михайловича в 1666-1671 годах по проекту архитектора Семена Петрова и Ивана Михайловича. Это было сооружение, объединенное переходом с церковью Казанской иконы Божьей Матери, состоявшее из 26 соединенных друг с другом теремов. Высота некоторых построек достигала 30 метров. Дворец имел асимметричную планировку и был обшит тесом, имитирующим камень. На фасадах и в интерьерах установили резные наличники, выполненные в высокой горельефной прорезной резьбе. Всего во дворце насчитывалось 270 комнат, освещенных тремя тысячами окон. Общая площадь здания безхозяйственных помещений составляла 10 250 квадратных метров. Художественное оформление было сделано по образу декора теремного дворца Московского Кремля. После переноса столицы в 1703 году в Петербург Коломенск утратила статус царской резиденции, без ремонта здание обветшало и находилось в аварийном состоянии. В 1762 году по приказу Екатерина архитекторы под руководством Ивана Мичурина осмотрели дворец, сделали обмеры и чертежи. Но сумму тогда на перестройку признали слишком высокой и был издан приказ снести его до основания. В таких местах я физически ощущаю свою связь с прошлым, свою духовную связь с историей земли русской. И вот я покрасну крыльцу, на котором Алексей Михайлович принимал народ, поднимаясь в царские покои. Я пришел руководство. Субтитры создавал DimaTorzok Думная палата или передняя комната выполняла в личных покоях царя роль приемной. Кстати, здесь проходили заседания Боярской думы. Поэтому вот и палата сделана в таком стиле. Субтитры создавал DimaTorzok Престольная палата выполняла в царских дворцах роль трон и зала. Если в Думанной палате государь держал совет своими приближенными, то в престоле он торжественно в присутствии бояр принимал иноземных послов, облаченных богатой наряд. Ну да, а посмотрите, какой здесь потолок. Совсем другой уже потолок. Потрясающий, как будто его трон. У меня, конечно, как всегда привлекло не только роспись потолков, Ну и печки, посмотрите, какие красоты. Красота. Ходиленькие из росов, по которым печки все и делали. Ой, какая красота. Вот форсуна Алексея Михайловича, посмотрите. У форсуны это приблизительное изображение, это не портрет, как выглядел Алексей Михайлович. Могу держаться, чтобы не снять очередную печку с очередным красивейшим узором. Посмотрите, какие из росы. Ой, я просто в восторге. Вот действительно какое-то сказочное все, да? Ой. Так как здесь кабинет Алексея Михайловича, то вот смотрите, у него уже стены из кожи тисненые и покрыты золотом. Представляете, здесь все так шикарно, красиво. Столи. В общем, все такое потрясающее. Ой, а какой шкаф там. Ой, кресла, секретеры. Ну, небольшой, конечно, кабинет, но... Так, что у нас здесь? Смотрите, какая красота. Какой шкафчик. Ой. Да. Посмотрите, пенсный подлинник. Какая книга на столе. Я думаю, дубовый стол какой-то. Прямо что-то уже шикарный старый. Часы. А какой шкаф, боже. Посмотрите, какой шкаф. Ну, это немецкий, наверное, да? Европейская работа. Европейская работа, да, видно. Конец 16 века. Конец 16 века, ну просто сказка. 665-го колышка. 665-го. Ну, тысячи, да. Так, секундочку. Какая резьба. Да, вот пути. Да, цветом напоминает мой гардероб. Но красотой, конечно, несравнима. Посмотрите. Ой, какая красота. Ладно. Сейчас, смотри, мы сразу в спальню попадаем, царя. Тоже какие замечательные. Ой, какая резьба. Боже мой. Во-первых, какие фонари. Давайте тоже их снимем. Ой, печка, печка. Ну, она уже здесь поменьше, но из росы уже, мне кажется, более изысканная, да? Смотрите. Какая красота. О, боже мой. Просто сказка. На ножках. Ну, опочивальня. Вот на змее. Ну, это тоже резьба западная, я так думаю, откуда-то. Потому что у нас вырезали, но не так. А у них почему-то все это со змеем фигурки непонятно почему. Ну, а здесь, а здесь явно шишки какие-то. Я посмотрела, это... А кровати подлинные? А кровати подлинные? Да. Да. И шкафчики, я думаю, подлинные. Да, да. Да. Это Фландрия, Западная Европа, Фландрия. Возможно, что вот именно для такой кровати сыпала Алексей Михайлович. Да, это в то время. Да, да, да. Еще, что меня здесь удивило, посмотрите, какое сукно здесь обито. Какой рисунок. Какой-то прям современный, да? Потрясающе. Ну, конечно, очень гармонирует с дверьми красными. Все такое красное, как на Руси, да? Красное, золотое, красное, золотое, всегда. Красная девица, красное, это все красное. Богатство, да. Совершенно с опочиванием. Молильная палата, но она небольшая такая. Ну, посмотрите, тоже стены красные. И потолок такой. Да. А вот посмотрите, какие фонари. Боже мой. Здесь свет через маленькие окошечки, да, переход. Но еще вот такие вот фонари подвешены. Ой, на цепях. Как вам понравилась прогулка, мои дорогие друзья? Напишите, пожалуйста. Ваши комментарии мне всегда очень важны. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...